Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня я хочу рассказать вам то, что я узнал про вакцинацию от гриппа. Ту информацию, которую уже, например, внедряют в Соединенных Штатах Америки, но почему-то еще не знают в наших странах. То есть я хочу рассказать вам одну из точек зрения на то, работает ли вакцина, и нужно ли вообще прививаться. То есть это просто одна из точек зрения. Надеюсь на свободу слова, что эту информацию вы все-таки должны знать и принимать самостоятельное решение. Поверьте, врачи вам об этом никогда не расскажут, правда, никогда не расскажут вам. Поэтому подписывайся на канал, если еще не подписан. Сейчас будет очень интересная инфа. Постараюсь максимально простым языком тебе все это объяснить. Погнали! Друзья, вот стою возле Днепра, как видите, да, вы знаете, я живу в Киеве. Это видео я записываю вам после того, как я залезал в эту реку. Только что я купался, 9 градусов тепла на улице, вода тоже 9. Я начинаю сезон моржевания. Вы знаете, я уже больше 5 лет моржую. Сейчас вы поймете видео, к чему я все это вам рассказываю. То есть я записываю видео прямо после того, как я вылез после этой воды. Вот у меня еще нос красный. По мне уже даже видно, как я сам красный еще. Потому что кровь прилила ко всему телу. И сейчас это идет очень мощное подстегивание моего иммунитета. То есть вся моя иммунная система сейчас начинает внутри, в моем организме вырабатываться. Нужны гормоны противовоспалительные. Вся иммунная система сейчас настраивается на то, чтобы бороться с всевозможными инфекциями, бактериями, вирусами. Да, эта медицина типа еще не доказала. Типа это все еще не доказанное, скажем так. Это как народное средство для оздоровления. Ребята, более 5 лет я этим занимаюсь. И за 7 лет последний я заболел 2 раза вообще. Но я хочу вам рассказать то, что я знаю о вакцинации от гриппа. Сейчас все клиники, да, вот у нас, допустим, в Киеве, все клиники сейчас тебе приглашают сделать вакцинирование от гриппа. Объясняют это тем, якобы, что вакцинация вас должна будет уберечь от вируса, который находится в этом году, который именно в этом году будет работать. И вот где-то до конца ноября еще, и в начале декабря, возможно, еще будет вакцина находиться в клиниках. Вакцина от гриппа. Она бывает трехвалентная. Вот сейчас, например, у нас и четырехвалентная. Если вы хотите сейчас пойти в клинику и сделать вакцинацию от гриппа, то вам не будут рассказывать о том, что это не сработает. Вам будут говорить, что возможно не сработает, то есть это как бы есть вероятность, что это не будет работать. Но 100% вам, конечно, никто не скажет никогда, что это да, поможет. Вообще, как любая вакцина, вам никто никогда не скажет, что да, это 100% будет работать. Любая вакцина, всегда есть место, что она может не сработать. Вы сейчас начнете гораздо лучше разбираться в том механизмах, как это вообще работает. Я расскажу вам об этом. Как вообще работают вакцины. Так вот, если вы группе риска, это дети или же старики, то вам рекомендовано, типа, как бы прививиться к этой вакцине от гриппа. Но вы должны знать другую точку зрения, потому что ученые не стоят на месте. И сейчас, вот в этом году, вы знаете, о чем сейчас ученые разговаривают в этой области вакцинации. Ведь это решение было принято вакцинировать людей очень давно, а наука не стоит на месте. Сейчас уже есть новые открытия, есть новые гипотезы, которые говорят, что не нужно прививаться от гриппа, потому что вакцины, скорее всего, не работают. И что нужно развивать новые вакцины, разрабатывать современные вакцины, которые будут работать и реально все-таки защищать от гриппа. Смотрите, у вас, я уверен, есть вопросы, почему вообще вакцина должна работать, если грипп постоянно мутирует, что это то же самое, что прививаться, не знаю, от кишечных каких-то инфекций. То есть вакцина постоянно, грипп постоянно мутирует. И как же они могут знать врачи, от чего вас нужно прививать, да? И это крутой вопрос, ребята, реально. И в этом и кроется истина. Что да, все не так просто, грипп мутирует каждый год. Грипп может мутировать даже когда его просто в лаборатории вам создавая вакцину. Грипп мог мутировать даже у них внутри, в лаборатории уже. То есть настолько это быстро происходит. И вообще, как это работает? По всему миру есть лаборатории, которые мониторят всевозможные вспышки инфекций. То есть это такой методик, исследование называется вспышка инфекций, результат, по-моему, как-то так. То есть приходит человек, который заболел, вот сейчас, например, в этом году, или в том году, или вот сейчас, недавно. И с помощью этих вспышек они корректируют постоянно вакцину и ищут максимально похожую вакцину на то, что должно быть, по идее, сейчас, в этом сезоне. Ну, смотрите, ребята, он очень быстро мутирует. И вакцина почти всегда не соответствует тому, что вы реально получите вот сейчас на улице, который грипп, который будет ходить в этом сезоне. И здесь тоже не все так просто. Вирус грипп относится к антигенно сложным, патогенным микроорганизмам. И понимание, что это такое, что я только что сказал, очень важно. И антигены, которые вам колят, которые вы получаете с вакциной, каждый год, допустим, если вы прививаетесь постоянно, они могут быть похожими. И вот эта похожесть вакцин из года в год, она делает злую шутку с вашей иммунной системой. Она срабатывает так, что ваша иммунная система еще хуже реагирует на новый грипп. Более того, даже есть выше вероятность, что вы заболеете от гриппа, внимательно, вот что я сейчас говорю, внимательно подумайте. Еще больше вероятность заболеть от гриппа, если вы вакцинировались от гриппа. Если вдруг антигенность будет схожа у вакцин прошлого года и этого сезона, то есть бывает, что в этом сезоне и в прошлом сезоне бывают вакцины, простым языком, просто вакцины бывают похожи. Они сильно похожи на то, что будет в этом году. И из-за того, что вакцины так похожи друг на друга, это и называется антигенно схожие. А если еще и грипп будет похожий в этом году на это все, то все это будет вызывать неправильный ответ реакции, неправильный ответ иммунной системы. Скажем так, это даже может поспособствовать тому, что вы наоборот заболеете. Есть так называемый эффект Хоскинса. И это гипотеза, которая уже находится в больше и больше подтверждениях в ученом мире. И уже в Штатах об этом заговорили, что вакцина четырехвалентная, которая сейчас применяется, вообще уже не должна применяться. Но из-за того, что в мире нечем это еще пока заменить, то есть еще пока нет вакцины, которая будет работать так круто, как должна работать, мы пользуемся этими вакцинами. То есть это уже вчерашний день, все это устаревшая информация. Врачи не то, что даже могут вам не говорить это потому, что там какой-то вселенский заговор. Нет, просто врачи реально могут этого не знать. Не все врачи сидят, как я, например, на английских каких-то ресурсах, там где на английском информация. И не все врачи знают английский. Эту информацию сложно бывает найти и прочитать, и понять вообще. Или это нужно ездить на конференции. Не все врачи могут себе позволить ездить на конференции. Не все клиники обучают своих врачей. То есть не всегда это какой-то заговор, и вам не хотят специально все говорить. Иногда это просто не знают. А иногда просто не говорят специально. Потому что это бизнес. Вакцину нужно продавать. И продавать много. А вы представляете, сколько ее продают? Ведь вас сейчас пугать будут тем, что в этом году грипп максимально опасный, максимально сложный, смертность невероятно высокая. Да каждый год смертность от гриппа есть. Понимаете, каждый год можно умереть из чего угодно. И, скорее всего, это не случится от гриппа. Если вы не в какой-то супер-группе риска, если у вас реально нет каких-то ослабленных состояний иммунной системы с вашим организмом, вы там перенесли операцию, например, не знаю, недавно, то есть у вас какие-то явно ослабления организма, скорее всего, вы ничем не заболеете. Но давайте вернемся к эффекту Хоскинса. Что это такое? Люди, которые вакцинировались в прошлом сезоне или в этом сезоне, вообще регулярно вакцинируются, попадает, наоборот, в большую группу риска заболеть. Но механизмы не совсем ясны еще. Как это все работает, не совсем понятно. То есть понятно одно, что да, есть какая-то такая закономерность, что люди, которые вакцинированы, они заболевают еще скорее. Когда была пандемия гриппа H1N1 в 2009 году, если вы не помните, была такая пандемия, очень много людей заболело гриппом. Так вот, те, кто были вакцинированы, как раз таки болели больше всех. Ну как вам такая информация? Вот, я думаю, что это интересная информация. Вы просто должны понимать это. Это ничего не доказывает. Это просто одно из направлений. И я сторонник, да, и сторонник того, что вакцинироваться не нужно. Я не вакцинировался никогда ни разу в жизни. И в этом сезоне тоже не собираюсь. Хотя мысли таки посещали, но я больше изучил этот вопрос, потому что у меня ребенок полтора года, да. Я бы не хотел принести, конечно, домой какой-то грипп, чтобы не заразить малого, да, своего, потому что дети болеют сложнее. У них обезвоживание быстрее наступает. И у меня были такие мысли, может, вакцинироваться, как бы еще больше подстраховаться, помимо того, что я можу еще сделать себе вакцинирование. Но когда я начал изучать этот вопрос, так как у меня есть вы, мои подписчики, да, и просто, мои родные, я хотел бы узнать больше этой информации об этом всем. Вот я посидел, уделил этому достаточно времени, то есть это не один час. Я посидел, разобрался в этой информации и хочу до вас донести ее сейчас вот в этом видосе коротком. Поэтому я даю вам реально ценную информацию, ребята. И это научная информация. Это не просто я почитал где-то там на форумах, где люди что-то там поговорили, кто-то что-то ляпанул. Нет, научная информация, подтвержденная исследованиями, есть, которые были, финансирования были из правильных источников, не для бизнеса какого-нибудь, а реально там, реально институтами финансировалось. То есть когда исследования проводятся не за счет какого-то бизнеса, то им, скорее всего, можно верить. Понимаете, в чем особенность вообще всех исследований. То есть нужно знать, откуда приходят деньги на исследования. Тогда вы можете понять, можно ли верить вообще этим исследованиям или не можно им верить. Теперь, ребятки, смотрите, вы должны вообще понимать, как работают вакцины и над чем сейчас ученые трудятся, что они сейчас разрабатывают. То есть да, в Штатах уже сказали, вот это вакцина 4-х валентная, которая у нас сейчас повсюду продается в клиниках. Причем цена не такая уж дешевая, она реально дороже стала, чем в прошлом сезоне, например. Любая вакцина, вообще я за вакцины. Я за вакцины, например, против детских болезней, которые у меня ребенок, мы вакцинируемся полностью. Я сразу же просто дам чуть больше информации. Мы вакцинировались от всех болезней, которые есть для детей. То есть поймите, эти вакцины, они сдерживают эти эпидемии, которые были уже давно забыты в прошлом. То есть этих болезней уже нет просто потому, что люди вакцинировались, появился общий коллективный иммунитет. То есть все эти вакцины 100% нужны. Если вы это не будете делать, вы просто воскресите эти болезни заново, и они появятся, будут болеть дети, или даже взрослые могут начать болеть. То есть вакцинироваться точно надо от детских болезней, но не от гриппа. С гриппом, ребята, не все так просто. Во-первых, это вирус, и вы уже поняли, что он очень сильно мутирует, очень сильно и быстро. И вы должны еще понимать, есть такой эффект, как детский иммунитет. Иммунная память очень сильная. И организм помнит все встречи с гриппом вируса с детства. Вы же болели не в последний раз, не в прошлом году. Вернее, вы не один раз болели гриппом. Вы, скорее всего, болели много раз. Вы болели в школе, в детстве. И все вот эти разы, они остаются в памяти вашего организма. И иммунные клетки это все помнят. Вот если вы начинаете вакцинироваться, то вот эта память, она как будто бы перетирается. Скажем так, чтобы не айтишным языком вам сказать. То есть, это все, вот эти вакцинирования, они портят ответ, нормальный ответ портят организма на ту инфекцию, которую вы встречаетесь. Потому что у него и так есть достаточно памяти. Организм сам прекрасно понимает, что нужно делать с новым каким-то вирусом, которого у него не было в организме. Он поймет, что с этим нужно бороться. И поверьте, ответ будет сильнее, если вы, скорее всего, не... Это, скорее всего, так, что если вы не вакцинировались. То есть, вы еще должны понимать, что вакцина в ней не полноценный вирус. Если ваш организм встретился с настоящим вирусом, вот раз хотя бы встретился с этим, в прошлом году вы, например, заболели. Вот этот иммунитет, который приобрелся, это совершенно не тот иммунитет, который приобрелся при вакцинировании. Вакцинирование вам дают просто абсолютно часть, скажем так, вируса, который абсолютно бесполезен. Он уже не может стать вирусом нормальным в вашем организме. Это всего лишь часть. Да, действительно, в иммунной системе достаточно бывает просто одной клеточки какой-то там бактерии, чтобы ответить иммунным ответом, создать иммунный ответ на эту бактерию. Так работает иммунитет. Достаточно просто элемента какого-то этого микроорганизма. Но ответ не такой широкий, не такой объемный, как если вы, допустим, переболели реально настоящим вирусом гриппа. Когда вы переболели, нормально переболели, с температурой, температуру ни в коем случае не погашали, потому что это не считается, что вы приобрели иммунитет. Если вы забрели гриппом, пересидели с температурой эти 5 дней, да, у вас должна быть температура, вы должны заработать этот иммунитет, вы должны его заслужить, я скажу так. Я не лечу грипп вообще никакими таблетками. Я сижу с температурой 5 дней, вот у меня если грипп, допустим, 5 дней я сижу с температурой, и если она не повышается выше каких-то катастрофических цифр, я ничего не делаю вообще. Я просто пью много воды, но это, наверное, будет отдельное видео, я не буду вам рассказывать, что я делаю. То есть никаких таблеток, нужно посидеть с температурой и заработать этот иммунитет. Поймите, если есть температура в организме, значит иммунитет работает. Он как раз таки и делает этот мощный ответ, и запоминает все это. И в следующем году вы, скорее всего, не заболеете, а может даже в следующие несколько лет вообще не заболеете. Вакцина не дает такого сложного ответа иммунной системы, такого полноценного, всеобъемливающего, вот это словечко, ответа иммунной системы не будет на вакцину. Это факт. Это уже, я вам гарантирую, это так работает. Еще одна тонкость, о которой вам никогда не расскажут врачи. Как вообще работают вакцины? Вы должны понимать, что вакцине, может кто-то и расскажет, не обязательно, а то я так прямо говорю, вокруг одни заговорщики. Смотрите, есть адюанты, которые находятся в любой вакцине. То есть, если вам просто взять и ввести вот эту часть вируса, который ослаблен или вообще не способен действовать, вам в организм, ваш организм никак на это вообще не ответит. То есть, не будет никакого иммунитета. Вы введете его в организм, вообще это не будет тот ответ иммунной системы, который нужен вам. И что придумывали наши умные ученые? Они создали адюанты. Это определенные элементы, я не буду сейчас сильно подробно рассказывать вообще, как это, с чего они состоят. Об этом будет, скорее всего, отдельное видео, вообще у меня на канале. Так вот, смотрите, адюанты, они и заставляют ваш организм отвечать вообще на вакцину на эту. То есть, если их не будет в вакцине, если их убрать оттуда, от вакцины вообще не будет никакого толка. Так вот, современные ученые, современное изучение направлено на то, чтобы создать такие мощные адюанты, чтобы еще мощнее отвечала ваша иммунитетная вакцину. И чтобы вакцина заработала, адюанты будут мощнее, и вакцина должна быть в будущем более обширная. То есть, вакцина должна вас защищать будет от всех вирусов гриппа, которые существуют. И сразу же не от 4-х, там, не 4-х валентная, а просто сразу же пришел, сделал вакцинирование, и ты защищен там на 10 лет вперед. Вот примерно над этим сейчас работают ученые. Вот такую сейчас вакцину хотят создать. Ее пока такой нет. Так вот, если вот этих адювантов не будет, то ваша иммуноответа вообще никакого не будет. И так работает любая вакцина на планете. Любая вакцина, в ней должны быть адюванты. Просто запомните это новое слово, возможно, у вас, но это так, это факт. Я прочитал не одну книгу на тему иммунитета, но мне просто это интересная тема. Так вот, что же тогда вообще делать? Как тогда вообще бороться с гриппом? Что делать, если вакцина не работает? Что же тогда делать? Вот я тут типа разбил какой-то там устоявшийся стереотип в вашей голове. Что же теперь делать? Вы, я вам не рекомендую вакцинироваться, сразу говорю, не рекомендую. Вы, если хотите, все равно можете это делать. Хотя бы не делайте это каждый сезон. Делайте это, например, вакцинирование, когда реально есть какой-то риск у вас. Или вы просто понимаете, что в этом году вы будете более ослаблены, вы там очень тяжело работали, или же вы реально какую-то операцию перенесли, ваш организм ослаб. Ну, возможно, тогда задумайтесь о вакцине, но если вы смотрели это видео внимательно, ребята, есть вероятность, что станет только хуже, наоборот. И я не рекомендую вакцинироваться вообще. Не нужно этого делать. Если ваш организм мощный, если хорошая иммунная система, вот я только что купался в этой воде, ребята, вот что защищает вас по-настоящему от вакцины, от бактерий вокруг. Вот это работает. Никаких таблеток. Организм должен быть наготове. Я залез в эту воду, и теперь организм просто сфокусирован. Он как будто бы собрал, мобилизировал свои силы на то, чтобы бороться с всеми инфекциями, которые я встречу на своем пути. Со всеми вирусами. Если у вас нормальный иммунитет, если у вас нормальный здоровый организм, вы не должны цеплять никакого гриппа вокруг, никаких вирусов, никаких простуд, ни ОРЗ, ничего. Вы не должны вообще болеть. Не норма болеть каждый год гриппом. Не норма болеть раз в два года грипп. Норма? Вообще не болеть. Вот именно так происходит, например, в тех поселениях, которые никогда не сталкиваются с этим. Они живут, они вообще не знают, что такое грипп. Например, изолированные какие-то там... Есть народности, которые изолированы вообще. Они живут там где-нибудь в джунглях или возле джунглей. Ну, например, в Бразилии, где-нибудь. Так вот, там гриппа вообще никакого нет. Люди не должны болеть каждый год этим. Если с вашим иммунитетом все хорошо, вы не подцепите, даже если рядом с вами будет сидеть кто-то с гриппом, вы его не подцепите. Не бойтесь, что вокруг вас чихает, не бойтесь, что вокруг вас кто-то болеет. Но не надо прям явно там идти целоваться с человеком, который уже с гриппом. Не надо настолько издеваться над иммункой. И не нужно все-таки ходить, например, в массовые скопления людей. Не надо ходить на концерты сейчас. Не надо на какие-то очень массовые мероприятия ходить. Да, автобус, вот метро, это максимальное скопление людей, которые вы должны встречать. И то это многовато считается. Вагон метро, это считается много для иммунной системы. Но нужно находиться среди людей. Нужно, чтобы вокруг вас чихали, вокруг вас кашляли, пукали, какали, не знаю, чтобы все это было вокруг вас. Так работает иммунитет. Вы должны встречаться с этими бактериями, этими вирусами. Если вы цепанете какую-то слабую часть вируса, вы, допустим, просто у вас будет какой-то там насморок легкий и будет вырабатываться уже защита, нормальная защита организма, которая природная, естественная. Не надейтесь на какую-то волшебную таблетку. И понимая, что это легко, на самом деле, ребята, не все так просто. Если вам информации показалось мало и вам нужно больше информации, то поищите сами, пожалуйста, поищите информацию. Просто если я посеял хоть зерно сомнения у вас в этом, я просто дал вам одну точку зрения. Опять говорю, это все не доказано еще. Но очень похоже на правду. По крайней мере, это координирует с тем, что я знаю про иммунитет и с тем, что я знаю про вакцины. Но это еще не доказано. Поэтому можете провести собственное исследование и сделать свое собственное мнение. Но вы должны знать и разные мнения. Поэтому я желаю вам здоровья. Ребята, все, пока, удачи!